Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Книга. Это новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. В Подмосковье запускается проект «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества». Там будет что? Там будут интервью обязательно, там будут видеоэкскурсии, там вот подкасты и стримы. Спортсмены хоккейного клуба «Видное» навели порядок вокруг Георгиевского храма. Совсем справились, все с улыбкой, все классно, все здорово, прибрались, помогли. 20 октября свой профессиональный праздник отметят представители самой вкусной профессии – повара. Как бы вот эти все спасибо, очень вкусно, то есть как бы вот это вот на самом деле это очень много и очень ценно. Новый проект «Библиотека как центр молодежного цифрового творчества» запускается на базе 10 учреждений культуры Московской области. Во флагманскую десятку вошел и Ленинский городской округ. Что интересного придумали библиотекари «Видного» для подрастающего поколения, расскажет наш корреспондент Галина Житкова. Взять в руки микрофон и камеру для того, чтобы увлекательно рассказать своим сверстникам о том, что происходит вокруг, Лукмана Гаджимурадова и Анну Топал заставлять не надо. Они уже давно стали звездами телеграм-канала. Современное поколение детей легко ориентируется как в интернет-пространстве, так и в разнообразии гаджетов. Но профессиональная техника, рабочие инструменты, настоящие съемочные группы телевидения – это мечта любого подростка. Сейчас у нас стартанула новая программа с Мариной Андриановой. Она будет нас обучать на протяжении, скорее всего, полгода. В рамках Большого областного проекта молодежного цифрового творчества центральная библиотека «Гордо Видное» начинает реализацию обучающей программы по медиакроеведению. Мы хотим, чтобы ребята изучили историю родного края. Не только изучили, но и попробовали транслировать свои знания для других и заразили других ребят вот этой темой. Конечно же, там будет что? Там будут интервью обязательно, там будут видеоэкскурсии, там будут подкасты и стримы. Для того, чтобы ребята мастерски справлялись с поставленными задачами, на помощь придут настоящие профессионалы. В обучающей программе занятия трёх преподавателей – по актёрскому мастерству, литературному редактированию и телевизионной журналистики. Сейчас мы закупаем как раз недостающую часть оборудования. Это стабилизатор, это микрофоны с петличками. Всё по-взрослому, всё как у профессионалов. В течение полугода юные журналисты будут постигать теорию и практику профессионального мастерства. Галина Житко, Александр Логинов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Спортсмены хоккейного клуба «Видное» навели порядок вокруг Георгиевского храма. Взяв в руки грабли, они вышли на субботник, чтобы убрать с земли опавшие листья. Для чего была организована такая общественно полезная акция, расскажет Юлия Погасьян. В марте этого года администрацией Ленинского городского округа был создан хоккейный клуб. Игроков набирали со всей страны. Это профессиональные спортсмены до 21 года. Сейчас ребята борются за призовые места чемпионата национальной молодежной лиги. В перерывах между играми юноши тренируются и не забывают в общественно полезных инициативах. Были две тяжелые домашние игры. Мы играли с лидерами своей группы. Одну выиграли, одну проиграли. К сожалению, с небольшим отрывом немножко не повезло дать. Решили ребятам отдохнуть чуть-чуть. Ну вот такое, так сказать, мотивационное движение. Вооружившись граблями, спортсмены вышли на своеобразный субботник. Убрали от опавших листьев территорию вокруг Георгиевского храма города Видное. Совсем справились. Все с улыбкой, все классно, все здорово. Прибрались, помогли главному храму города. В целом, конечно, это сплочает нас. И все у нас хорошо. Спортсмены собрали десятки пакетов с листьями и придали территории ухоженный вид. Вообще, у руководства хоккейного клуба грандиозные планы. В рамках чемпионата своей группы ребята уже показывают хороший результат. По мнению экспертов, состав команды подобран многообещающий. Мы проведем колоссальную работу. Я думаю, что в конце сезона поборемся за кубок. И даже больше. На следующий год, скорее всего, если у нас получится, у нас будет еще одна взрослая команда. Как раз основная группа наших хоккеистов в следующем году уже может играть за взрослого. Потому что за молодежку уже не может играть. Уже будет больше 21-го и уже будет играть взрослый. Поэтому мы их основной костяк собираем. Берем туда и еще ищем молодых, но тоже перспективных хоккеистов. И собираем взрослую команду, которая будет выступать на чемпионат России в высшей хоккейной лиге. Сейчас же на базе клуба уже создана детско-юношеская школа, где с малых лет будут растить будущих звезд хоккея. В итоге должен получиться полноценный возрастной цикл подготовки спортсменов. Юлия Погасьян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. 20 октября во всем мире свой профессиональный праздник отметят представители самой вкусной профессии – повара. А тех, для кого сварить 200 литров вкусной каши или супа за пару часов не проблема – наш следующий сюжет. Их рабочий день начинается с 5 часов утра. До 8-ми первого завтрака у начальной школы нужно успеть убраться, приготовить блюдо и заняться сервировкой. В столовую Гидновской школы номер 10 над этим трудятся 12 человек. В основном вся продукция готовится у нас непосредственно на производстве. У нас свои цеха. Готовая продукция у нас практически не поставляется. За исключением кондитерки, запеканки, омлеты, борщ. И вообще у нас замечательные повара. Руководит процессом заведующая столовой Наталья Грыжина – повар с 10-летним стажем. Именно она следит за тем, чтобы завтраки и обеды были вкусными и полезными. Очень хороший коллектив. Я люблю свою работу. Я люблю свою работу за детей, которые к нам приходят и с удовольствием едят. То есть, как бы, вот эти все спасибо, очень вкусно. То есть, как бы, вот это вот, на самом деле, это очень много и очень ценно. Наталья Николаевна у нас очень опытный сотрудник работы с открытием школы. И она просто ас в своем деле. Никаких проблем в работе, да, у нас с ними нет. Всегда все чисто, всегда все вкусно, всегда все по меню. То есть, никогда ничего лишнего. В меню сегодня на завтрак пшеная каша с печеньем и бутербродами с сыром. Чтобы 1300 учеников начальной школы были сыты, необходимо отварить 200 литров. Это семь больших пищеварочных котлов с пшенкой. Очень вкусно, мне очень нравится все. Да, нам нравятся макароны там. Еда вообще очень вкусная. Ну, а чтобы родители не переживали за качество питания своих отпрысков, в школе уже несколько лет функционирует программа «Родительский контроль питания». Они могут записаться на завтрак, могут записаться на обед, прийти и продегустировать все, что едят их дети. Они могут понять, вкусная ли еда, какой консистенции, как готовится. Мы все расскажем, покажем. Если вот вы видите, у нас здесь представлено контрольное блюдо, всегда могут подойти, посмотреть. И дети смотрят на контрольное блюдо, видят, что они, какую пищу они будут сегодня принимать, есть меню всегда. Подкрепившись, можно отправляться за знаниями, предварительно поблагодарив коллектив столовой. Спасибо! Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. 15 октября завершился 26-й открытый фестиваль телекомпаний «Братина». Об итогах телемарафона мы рассказали во вчерашнем выпуске новостей. А сегодня хотим показать сюжет, снятый нашей коллегой, исполняющей обязанности главного редактора газеты «Видновские вести» Натальи Чепурной для конкурса «Репортаж с колес». Вместе с ней работали телеоператор Константин Брылов и оператор видеомонтажа Сергей Ларин. Надо отметить, что для Натальи это был дебют в тележурналистике, но, по мнению профессионального жюри, репортаж получился достойным. «Нераль – верный друг» – такое название получил сюжет. Золото и пурпур осенней природы, шуршание листьев под ногами, зеркальная гладь прудов. Таким встретил нас парк «Скидские пруды». Среди всего этого великолепия разместился памятник писателю Михаилу Михайловичу Пришвину. Жители Сергеева Посада хорошо знают и ценят своего земляка. «И писатели этого знаю. В школе проходили и нравится мне очень даже. Очень такое, знаете, вот тепло какое-то идет, успокоение». Памятник появился в этом месте совсем не случайно. Буквально в двух шагах на Вифанской улице находится дом, где жил писатель. Каждое утро он выходил на прогулку и шел через этот парк в сторону Черниговского леса. С собой самое необходимое – блокнот для записи, фотоаппарат и обязательно охотничий пес. А как иначе? Опытному охотнику без него никуда. Но могут ли нынешние жители города назвать породу собаки, запечатленной в памятнике? «Спаниель, мне кажется. Я не разбираюсь особо в собаках, но мне кажется, спаниель». «Наверное, гончая какая-то охотничья собака». «А точно породу можете назвать?» «Может, русская гончая? Я даже не знаю. Ну, похоже на русскую гончую. Но это лабрадор, нет? Охотничья эта собака. Спаниель». Писатель шутливо утверждал, «Собаки вывели меня в люди», отдавая дань той роли, которую они сыграли в его творчестве. Давайте же и мы вспомним об этом верном друге, который стал еще и героем одного из произведений Пришвина. Известного писателя и охотника Михаила Пришвина жители Сергеева Посада часто видели в сопровождении собак. Одна из его любимец – немецкая легавая по кличке Нерль и по сей день сопровождает своего хозяина. Существует обычай, если потереть собаке нос, сбудутся самые заветные желания. На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok